Спасибо. 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 Итак, что у нас нового появилось в прошлом году, и это позволяет, безусловно, нам расти, профессионально расти абсолютно на всех ступенях образования. Посмотрите, сейчас у нас есть первая категория квалификационная, высшая категория, и у нас появились новые квалификационные категории учитель-методист и учитель-наставник. Уже вышел профстандарт наставник, и я думаю, что те, кто занимается вот этой наставнической деятельностью, кто закреплен как наставник в своей организации, кто сопровождает прежде всего молодых педагогов и педагогов, которые нуждаются в том, чтобы их сопровождали, конечно же, здесь уже, наверное, нужно ознакомиться с профстандартом и думать о том, чтобы, если вы имеете высшую категорию, да, пойти на повышение, то есть собрать необходимый пол документов, обязательно нужно пройти курсы повышения квалификации по наставничеству, и можно уже подавать на квалификационную категорию учитель-наставник, потому что это такой новый статус, это, во-первых, очень интересно с точки зрения роста педагога, и, конечно же, здесь есть и материальный интерес, потому что учитель-наставник уже здесь, в общем-то, заработная плата будет несколько иной, поэтому нужно не только, да, совершенствоваться, но и, конечно же, думать о том, чтобы продвигаться, наверное, по карьерной лестнице в том числе, и учитель-наставник, эта квалификационная категория вам, конечно же, ну, так скажем, в этом поможет. Вот здесь еще у нас есть учитель-методист, кто это такой? Учитель-методист сейчас у нас в каждом регионе есть региональные методические активы, да, региональные методисты. Учитель-методистам прежде всего помогает в совершенствовании предметной компетенции и методической компетенции. А учитель-наставник здесь уже, конечно, все гораздо шире. Это и коммуникативная компетенция, и психолого-педагогическая компетенция, но это может быть и предметная, и также методическая компетенция, безусловно. И это, пожалуйста, разные аспекты мы можем затрагивать. И взаимодействие с родителями, и взаимодействие с детьми, да, и построение современного урока, современного мероприятия и так далее. Урочная, внеурочная деятельность. Поэтому учитель-наставника здесь гораздо больше, так скажем, аспектов, да, гораздо больше, шире это поле деятельности. Поэтому сейчас вот те, кто со мной сейчас, да, так скажем, кто-то из вас, может быть, является наставником, кто-то является наставляемым. И это тоже очень хорошо, если вы работаете только-только, вы начали работать, первый год у вас, да, работа идет, или был большой перерыв в работе, у вас сейчас у нас обновленные вгосы, и вопросов очень и очень много. И если у вас есть учитель-наставник, да, педагог-наставник, который вас сопровождает, то это очень хорошо. То есть ключевая цель наставничества – научно-методическое сопровождение деятельности молодого специалиста, повышение профессионального мастерства, формирование потребностей в постоянном развитии и самосовершенствовании. Вот здесь очень важно, что наставника может выбрать, так скажем, да, коллектив и закрепить за наставляемым, может наставляемый сам выбрать наставника. То есть наставнические пары, они могут формироваться по разным принципам, но самое главное все-таки здесь, наверное, совпадение, да, интересов, совпадение мировоззренческих позиций, комфорт. И, безусловно, вот такое взаимопонимание, доброжелательное отношение, на которых основывается вот построение такой наставнической пары. Еще что мне хочется сказать. Что понимается под наставничеством в системе образования? Потому что ведь наставничество, оно у нас в разных сферах абсолютно есть и разные сферы обслуживают. А вот что понимается в системе образования под наставничеством? Прежде всего, это разновидность профессионального обучения, сопровождения и поддержки педагогических работников до 35 лет. То есть наставляемых, так мы говорим, да, или сопровождаемых, которые имеют трудовой стаж педагогической деятельности образовательной организации, то есть либо только начинают, то есть его нет, либо до 3 лет. Или специалистов, которые назначены на должность, по которой они не имеют опыта работы. Может быть, это будет даже управленческий, да, какой-то блок. То есть вы не работали управленцем, вы были в кадровом резерве, а сейчас вы управленец, и у вас наставник тоже управленец, который передает вам свой опыт. Дальше, посмотрите, пожалуйста. Ключевой целью наставничества, конечно, как мы уже сказали, это является сопровождение, да, с целью профессионального роста наставляемого. Поэтому наставляемым, конечно же, может быть, как молодой педагог, имеющий небольшой стаж работы, так и педагог, который имеет длительный перерыв в работе, и так вообще может быть педагог, который нуждается в наставничестве. То есть у него не получается какой-то из аспектов, или получается не очень хорошо, и он хочет усилить вот этот аспект, да, какую-то компетенцию усилить, где-то что-то расширить, где-то что-то усовершенствовать, поучиться. Поэтому здесь, посмотрите, абсолютно по-разному можно выстраивать взаимодействие, да, но сначала нужно определить, какой есть дефицит у наставляемого. Наставник должен четко понимать, какой есть дефицит у наставляемого. Вот чтобы выявить вот этот аспект, да, об этом сам наставляемый можно сказать, но здесь можно провести диагностику, можно провести анкетирование, и далее на основе вот этих результатов уже определить, в чем, да, проблемы, над чем нужно работать и выстроить определенную траекторию развития и взаимодействия, да, вот этой наставнической пары. Возможно, нужно помочь в коммуникации, возможно, нужно помочь в предметной составляющей, да, что-то усилить, какой-то блок, возможно, это будет методическая компетенция, психолого-педагогическая компетенция, а может быть, наставляемый хочет участвовать в различных конкурсах, он хочет заявить о себе, у нас конкурсов очень много, и учитель, да, конкурс, всероссийский конкурс, вот, ну, очень много номинаций, вот, то есть нужно понять тот дефицит, в котором нуждается наставляемый. И дальше уже вместе выстраивать этот маршрут. И вот было мне очень тоже интересно посмотреть, сейчас уже мы целый год погрузились, погружались в эту тему, да, сейчас погрузились, уже есть профстандарт-наставник, а как же сейчас, да, развивается вот это в организациях образовательных, как современный учитель, вообще педагог смотрит на вот эту тему, кто такой наставник, что такое наставничество. И вот мне хочется задать тоже и вам эти вопросы, давайте вместе виртуально поработаем. Я в аудитории опросила 150 респондентов, это все педагоги, провела такое анкетирование и предложила им такой вопрос, кто такой наставник, вот как бы вы ответили на этот вопрос, наставник это, продолжите, пожалуйста, в чате можно написать, это был первый вопрос, и второй вопрос, который я задала вот в этой аудитории 150 респондентам, какими личностными и профессиональными качествами должен обладать наставник? Какими личностными и профессиональными качествами должен обладать наставник? Пожалуйста, тоже можете писать, да, хорошо. А вот вы отвечаете, это замечательно. А я открываю следующий слайд, это некий результат анкетирования, такой получился у меня облако тегов, ответы на вопрос, кто такой наставник? Такие были получены, и вот что здесь сейчас, да, вот с вами в виртуальном диалоге, тоже я получаю, коллеги. Смотрите, наставник это путеводитель, это вождь, учитель, куратор, помощник, соратник, духовный учитель, вдохновитель, координатор, опора, вектор, тьютор, ведет за собой, указывает направление, ведущий, помогает двигаться быстрее по пути профессионального развития. Это друг, это старший друг, это товарищ, старший товарищ, эксперт, гуру, проводник, идейный напарник, интеллектуальный друг, ментор, спутник, методист, тот, кто сопровождает, тот, кто учит и учится, совершенствуется, заботится, опекает, наставляет, советует человек, которому можно обратиться по любому вопросу, тот, кто оказывает помощь в профессиональном плане молодому специалисту, учитель с большой буквы, учитель года, имеющий научные статьи, и проводник в мир профессии. Вот посмотрите, 150 респондентов, и сейчас вот то, что вы здесь пишете, и большое спасибо вам за ответы, за обратную связь. Но мы, во-первых, видим, да, вот это слово наставник, существительное, конкретное, в основном, конечно, реакциями, да, были тоже существительные, вот, но очень много здесь у нас и глагольных форм получилось, и появились прилагательные, то есть, которые определяют, то есть, идейные, да, мы вот увидели, именно старший товарищ, вот, очень много здесь синонимов, но вот, например, это синонимические, так скажем, да, связи здесь, и учитель, и педагог, и куратор, и, например, коуч, специалист, который помогает людям достигать личных и профессиональных целей, тьютор, слово появилось, то есть, это не дождественное слово, наставник, да, слово наставник, оно такое русское, такое наше, безусловно. Хорошо, спасибо, я очень рада, что вы мне пишете, и тоже со мной вместе рассуждаете на эту тему. То есть, вот, можно сказать, что, отвечая на вопрос, кто такой наставник, мы вот этими реакциями, вот этими определениями, да, которые мне дали 150 человек, и те, которые даете вы, можем дать такое емкое определение наставнику, да, в нашем с вами понимании, вот на данный момент, в 2024 году. То есть, ключевое, это тот, кто тебя сопровождает, кто учит и сам постоянно учится, самосовершенствуется и совершенствуя другого, кто оказывает помощь в профессиональном плане молодому специалисту, и тот, кто, кому можно обратиться по любому вопросу, да, то есть, обеспечивает вот такое вот, знаете, профессиональное развитие. Здесь очень важно, что, когда есть у тебя наставник, тогда ты двигаешься по пути профессионального развития гораздо быстрее, гораздо быстрее, гораздо легче преодолеваешь те препятствия, которые встают на твоем пути. То есть, не делаешь тех ошибок, если бы ты сам шел по этому пути, то есть, есть тот, кто тебя ведет. Вот это вообще замечательно, когда наставник вами выбран, а может быть, наоборот, он вас выбрал, и вы сохраняете вот эти отношения, да, они у нас могут быть регламентированы, и здесь, может быть, вопросы финансирования, но может быть и, так скажем, личностное такое взаимодействие на протяжении всей жизни. И когда у человека есть наставник, который ведет его по жизни, тогда, наверное, наставляемому, конечно, можно таких высот достичь. И это действительно так. Вот, например, я хотела бы обратиться к такому изречению Константину Дмитриевича Ушинского. В прошлом году ему было 200 лет, и мы все писали педагогический диктант, обращаясь к его тексту. Так вот, он писал, для того, чтобы воспитание могло создать для человека вторую природу, необходимо, чтобы идеи этого воспитания переходили в убеждение воспитанников, в убеждение привычки. То есть, посмотрите, вопросы наставничества – это вопросы преемственности поколений, а в образовании это очень и очень важно, для того, чтобы предыдущие поколения передавали свой опыт по следующему поколению. Итак, переходим ко второму вопросу, уважаемые коллеги. Он звучал так. Опять же, 150 респондентов. Мы спросили их следующее. Какими качествами должен обладать наставник? Вот посмотрите, какими качествами. Кто-то из вас сейчас является наставником. Тоже порефлексируйте, есть ли эти качества у вас, насколько они у вас проявляются. Давайте посмотрим. Вы тоже можете свои ответы написать в чате, это будет замечательно. Посмотрите. Авторитетный человек. Да, действительно, это так. Все-таки рекомендуется, чтобы, если мы говорим с вами о категориях, чтобы у наставника все-таки была высшая категория, стаж не менее пяти лет хотя бы, чтобы был опыт, который он мог передать. Но в практике может быть по-разному, потому что есть разные модели наставничества. И вот здесь вы мне тоже написали в ответах уже. Вот я вижу, что... Так, сейчас я найду, открою. Что это может быть... Хотелось вот открыть. Да, учитель-наставник. Ага. Ага. Здесь вопрос был. А для педагога-психолога по своей должности какое будет название? Учитель-наставник, педагог-наставник или как? Но вообще в профстандарте у нас есть педагог-наставник. Педагог-наставник. Именно так звучит у нас в профстандарте, да? Это новая квалификационная категория. Так вот. Итак, отвечаем на вопрос. Авторитетный человек, да? Профессионал, пример во всем. Умеет поддержать, умеет помочь. Обратите внимание. Компетентный, да? Компетентный. И вот вы тоже это пишете замечательно. Далее. Пример во всем. Он опытный, лидер, открытый, коммуникабельный, мудрый, надежный, бескорыстный, уверенный в себе, мотивированный, ну и умеющий, наверное, мотивировать, умеет активно слушать, понимает, ответственный, умеет завоевать доверие наставляемого, имеет широкий кругозор, обладает чувством такта, умеет давать четкие инструкции, обладает критическим мышлением, а сейчас мы развиваем критическое мышление, без него просто, это мы говорим, навыки 21 века, да, без критического мышления современный человек просто не может жить. То есть информация верная, неверная, правда это или ложь, мы должны оценивать в том потоке информации, в котором мы находимся, иначе просто не выжить. Здесь мы говорим о читательской грамотности в том числе. Так вот, обладает критическим мышлением и позитивным восприятием действительности. Вот для чего нам нужен наставник, у которого позитивное восприятие действительности. Так для того, чтобы, мы говорим, есть эмоциональный интеллект, он умеет слушать, он умеет на вас, так скажем, реагировать, да, эмоционально реагировать. И самое главное, вот я вижу здесь, терпеливый, душевный, замечательно, вот наставник все-таки должен заряжать наставляемого положительной энергией, верить в него, да, вот это все есть эмоциональное реагирование, эмоциональный интеллект, вот, потому что мы говорим о, такой есть термин, профессиональное одиночество. Вот тогда профессиональное одиночество, к сожалению, оно есть во многих образовательных организациях, есть люди, которые не нашли, так скажем, вот, соответствующего, да, сообщества, не нашли единомышленников, и они одни в своей профессии. Это, конечно, просто недопустимо, потому что педагог, он должен быть в коллективе, должны быть профессиональные, профессиональное одиночество не должно быть, должны быть единомышленники, которые вместе, которые дружно, которые командой. Когда ты можешь обратиться за советом, за помощью, тебя поддерживают, тогда рождаются вот эти креативные идеи, тогда есть желание творить, тогда не будет эмоционального и профессионального выгорания. Вот об этом нужно быть. Поэтому позитивное восприятие действительности, вот эти 150 респондентов отметили, дальше, обладает мастерством, направлен на сотрудничество, верит в успех, конечно же, обмен опытом, потому что очень часто у наставника просто огромнейший багаж знаний, умений, навыков, наработок, методически он подкован. Вот это все нужно передавать молодому поколению. Да, мы говорим, что сейчас обновленные в ГОСы, новые подходы, новые технологии, но так или иначе мы все равно опираемся на тот багаж, на тот колоссальный педагогический массив, на тот фундамент педагогических идей, который заложен Макаренко, Сухомлинский, Мушинский, можно этот перечень продолжать, и на тот фундамент, который есть у наших, так скажем, стажистов, которые уже много-много лет работают, и они могут передать свой колоссальный опыт следующим поколениям. Дальше выделили преемственность, владеть современными методами и приемами работы, умеет обучить, действительно, это важно, иногда ты сам знаешь, объяснить не можешь, да, здесь умеет обучить, передать опыт, наладить контакт, посмотрите, как важна коммуникация, умение взаимодействия. Человек, имеющий высокие результаты в своей профессиональной деятельности, умеющий и желающий поделиться своими наработками, оказывает методическую и психологическую помощь. Посмотрите, как много смыслов мы вкладываем в то, какими качествами должен обладать наставник. Вот такой портрет у нас получился. И вот здесь тоже небольшой комментарий я хочу дать, на какую тему. То есть результаты анкетирования свидетельствуют о том, что, в общем-то, у педагогов на данный момент есть достаточное представление о роли, о функциях, о качествах наставника. То есть мы уже в эту тему погрузились, мы ее развиваем, безусловно. Но вот в единичных ответах респондентов у нас появилась такая формулировка. Наставник – это тьютор. Вот, как я уже сказала, это синонимические такие понятия, как гуру, коуч, наставник, ментор, тьютор. Да, с словом тьютор, в общем-то, мы, ну и с его должностными обязанностями, уже многие знакомы, как бы, и слово-то оно иноязычное. Вот здесь вот очень четко, мне нравится вот в этой таблице, показано, да, различное, общее и различное. Кто такой наставник, кто такой тьютор. Давайте посмотрим. Наставник – это тот, кто впереди, тьютор – это тот, кто рядом. То есть он сопровождает, он рядом идет. А наставник идет на опережение, на задачи, такие, скажем, длительные, долгосрочные. Дальше посмотрите. Наставник, он, как мы уже сказали, опытный, поэтому он, конечно, транслирует передовой опыт. Тьютор побуждает к самоанализу, рефлексии, проявлению авторской позиции. Ну вот рефлексия, она вообще очень важна, да, для нас, для педагогов, это обязательно. Дальше посмотрите. Наставник, смотри, как я это делаю. Давай сделаем это вместе. Делай это лучше меня. Вот здесь очень важно, чтобы наставник стремился к тому, чтобы наставляемый стал еще лучше, чем он. Тогда результаты, конечно, будут. Дальше посмотрите. Что есть в этом опыте для твоего развития? Как это сделать? Что нужно сделать, как тебе кажется, чтобы, сколько времени нужно, чтобы. Это все тьютор, да, он сопровождает, он рядом. Наставник, опора на внешние по отношению к учащемуся или к какому-то педагогу, потому что разные модели есть, опыт и нормы деятельности. Тьютор, опора на внутренний опыт, способности и мотивационную сферу учащихся. Хорошо, хорошо, спасибо. Здесь еще есть комментарий, замечательно. Так, хорошо. Вижу ваша реакция, замечательно. Наставник транслирует знания и образцы опыта. Тьютор формирует индивидуальную ответственность за знания и переформатирование опыта. Наставник реализует социальный заказ. Тьютор удовлетворяет индивидуальные интересы и запросы, ну, например, учащегося, да, или педагога, смотря какое тьюторство мы рассматриваем. Устанавливает с обучающимися или с педагогами отношения иерархии, знающий, не знающий. Наставник. Тьютор устанавливает с обучающимися или с педагогами отношения партнерства вместе, развивающийся. Наставник. Ведущие формы работы, мастер-классы, методическая поддержка. Ну, здесь абсолютно все может быть. Если два педагога работают, здесь взаимопосещение занятий, вместе проектирование, моделирование современного урока, подготовка к родительскому собранию, да, разработка какого-то мероприятия, то есть вовлеченность в конкурс. То есть абсолютно разные могут быть направления тьютор, форсайз-сессии, например, образ будущего, тьюториалы, спроектирование индивидуальных планов и траекторий. И, посмотрите, общая эта работа на мотивацию, на профессиональное развитие и навигация по дополнительным ресурсам. Это очень и очень важно. Таким образом, если говорить, да, вот о тех реакциях, об ответах, которые и здесь я в чате вижу, и то, что получил от респондентов, мы видим, что, в общем-то, это синонимические понятия, но они имеют, как мы говорим, синонимы, это слова одной части речи, которые отличаются оттенками значения, да, то есть смыслы несколько иные, оттенки, значения разные. Теперь, как мы уже говорили на прошлых с вами, да, в беседах, в прошлых, на прошлых встречах, о том, что общенаставничество, конечно, оно зародилось достаточно давно и активно развивалось, например, в России в конце 70-80-х годов 20-го века, то есть оно изучалось, но здесь разные абсолютно были, так скажем, направления, и все это было связано где-то и с бизнесом, поэтому вот название, да, и этих моделей, которые есть, модели наставничества, наставник-консультант, наставник, посмотрите, предметник, групповое наставничество, скоростное наставничество, флеш-наставничество, один на один, ситуационное наставничество, реверсивное наставничество, бывает командное наставничество, наставничество, партнерское наставничество, то есть в самих названиях моделей есть такая отсылка, так скажем, маркетинг, бизнес, то есть это оттуда берет. Но вот если говорить, так скажем, сугубо таком вот, здесь все абсолютно, все модели можно использовать в педагогической области, но вот, например, термин реверсивное наставничество очень активно исследует это направление, в том числе и в научном плане, и внедряют, вот этот термин он спорный, кто-то с ним не согласен, то есть когда здесь не обязательно более опытный и менее опытный, да, вот рассматривается в возрастном таком отношении, допустим, кто-то в цифровом плане, молодой специалист, он более опытный, в данном случае он может быть наставником, менее опытного, допустим, человека, который имеет уже большой стаж работы, то есть здесь вот, так скажем, движение обратное, да, идет интересная модель, но я еще раз повторяю, что этот термин, он как бы не всеми учеными принимается, хотя вот Екатеринбург очень активно это направление продвигает реверсивного наставничества, вот. Здесь вот командное наставничество, безусловно, это тоже разновидность универсальной технологии наставничества, которая позволяет осуществлять передачу сложившегося опыта, необходимых знаний, формирование необходимых навыков, компетенций, метакомпетенций, ценностей в неформальном общении, которое основывается на доверии и партнерстве двух и более команд образовательных организаций. Ну, иногда это очень и очень нужно, вот, допустим, у нас есть школы с низкими образовательными результатами, и в этом случае, может быть, наставничество, например, осуществляет какая-то более успешная образовательная организация, да, то есть наберет такое шефство на той, в которой, может быть, что-то не очень хорошо получается, какие-то направления работы, то есть управленческий блок с управленческим блоком работы, да, педагоги с педагогами. И таким образом, одна школа, например, помогает другой школе, вот, в том, чтобы они вышли вот из этой негативной ситуации. Вот, так же можно с детскими садами абсолютно это выстроить. То есть наставничество командное между командами. Дальше, традиционная модель наставничества, конечно же, это один на один, это взаимодействие между более опытным педагогом и начинающим педагогом в течение определенного периода. Это может быть от 3 до 12 месяцев, а может быть и больше, да, то есть в течение года мы сопровождаем. Ну, вообще, адаптация молодого специалиста, вообще начинающего педагога, неважно, допустим, у него был длительный перерыв, да, и он вышел на работу, или, например, прошел переподготовку, это как минимум 3 месяца идет адаптация. Здесь обязательно нужно сопровождать этого человека, да, который только-только пришел на работу. Вообще в любой сфере. Потому что именно здесь, вот, да, мы сталкиваемся с определенными трудностями. И отношения в коллективе, как тебя приняли, и отношения с нашими учениками, да, неважно, там, воспитатель детского сада или в школе, то есть с учениками, с родителями, вообще педагогическое сообщество. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы был наставник, который помогает очень мягко адаптироваться в тех условиях, в которых работает педагог, начинающий педагог. Вот, например, у нас в Тюменской области есть такой опыт, очень интересно создан, и уже второй год работает факультет педагогических профессий. Здесь это была идея губернатора, и здесь задействованы все департаменты, и институты развития регионального образования, и центры, и школы, как стажировочные площадки, все образовательные учреждения перспективные, и, конечно же, методические центры, и все абсолютно взаимодействуют. Выстроена очень интересная программа, она длится с октября по апрель, и здесь идея такая, факультет педагогических профессий, у нас бывает до 300 молодых педагогов, которые только-только закончили СПО, да, средние, то есть колледжи, да, педагогические, либо они закончили высшеучебные заведения педагогические, и только начали свой профессиональный путь. И тут включаемся мы, факультет педагогических профессий, и сопровождаем вот этих, как наставники, да, мы работаем как наставники, и сопровождаем этих молодых педагогов в течение всего учебного года. Очень интересно выстроены вот эти модули. Здесь и как строится современный урок, и дресс-код, и тренинги на коммуникацию, и взаимодействие с родителями, и взаимодействие с учениками. Есть модуль инклюзия, инклюзивное образование, и обновленный в ГОСТ. То есть абсолютно вот все те аспекты, которые должен знать учитель, да, то есть и информационно работает. И самое главное, что вот эти все занятия проходят на разных стажировочных площадках, на базе разных образовательных учреждений, естественно, самых передовых, чтобы молодые специалисты увидели, а как там это делается, да, а как вот этот вопрос здесь решается, и идет постоянное взаимодействие, да, например, опытные директора, опытные заучи, опытные методисты оказывают такую помощь. Это во-первых, а во-вторых, еще вот у нас в рамках этого факультета педагогических профессий очень интересно, у нас же есть именно предметное сопровождение, допустим, учителя начальных классов, да, учителя русского языка и литературы и так далее, то есть предметники, они закрепляются к региональным методистам, которые сопровождают именно в предметном плане вот этого начинающего молодого педагога. И есть такая, первая у нас выездная сессия, как бы на командообразовании, мы все вместе знакомимся, дальше целый год вот это обучение происходит, сопровождение, помощь, обратная связь, и уже в апреле мы делаем такую завершающую выездную сессию вместе с профсоюзами, абсолютно все здесь задействованы, организация у нас такое межведомственное взаимодействие в рамках научно-методического сопровождения молодых педагогов, и есть такая, как бы выездная сессия, которая является сообразным выпуском. И те, кто выдается удостоверение, конечно же, молодым педагогам, и те, кто успешно посещал эти занятия, все занятия, мы за этим очень следим, тот, кто подготовил проектную работу, защитил ее успешно, тот уже после первого года обучения и работы в образовательной организации может подавать на первую категорию. Может подавать на первую категорию. Поэтому, конечно, это все очень и очень такая хорошая, интересная идея, которая, в общем-то, реализуется у нас. Вот. Поэтому такие идеи тоже можно заимствовать, и это все делается для того, чтобы была преемственность поколений, для того, чтобы мы могли обеспечить вообще регионы, да, должным и нужным количеством профессионалов в области педагогической деятельности. чтобы наши педагоги, закончив образовательные учреждения, не уходили, да, а чтобы оставались на рабочих местах. Это очень и очень важно. Дальше. Следующий момент. Вот на что еще хочется обратить внимание. Проблемы наставничества. Конечно, они есть, как бы, раз мы только начинаем работать, да, и погружаемся в это, это только, как бы, второй год, когда мы углубляемся, уже появился профстандарт наставник. Проблемы наставничества, конечно, есть. Вот ключевые какие? Координация деятельности наставников, которая выражается в отсутствии общей региональной базы данных наставников и лучших практик наставничества. Но я думаю, что над этой проблемой мы все активно работаем, и уже появляются и лучшие практики наставничества, и мы делимся ими. И базы данных наставников так или иначе, они также формируются. Вот этот пол наставников, он в каждом регионе, так или иначе, он уже складывается. Я думаю, что эта проблема, она как бы временная, она решаемая, и уже в этом году ситуация будет гораздо лучше. Дальше, посмотрите, слабые мотивационные механизмы, проявляющиеся в отсутствии единого механизма финансового стимулирования наставника. Но опять-таки, эту проблему выделили еще в прошлом году, когда появился профстандарт наставник, и мы уже знаем, что есть такая квалификационная категория наставник, мы уже можем на нее претендовать. И все это официально закреплено. Самое главное, не бояться, собирать документы, подавать на эту категорию, и уже материально также этот вопрос будет решаться. И мотивационные механизмы, они будут тоже срабатывать. Дальше давайте посмотрим. Отсутствие единого нормативного правового поля, определяющего единый критерий отбора наставников и оценки их деятельности. Вот здесь тоже, на самом деле, очень важно, да, кого мы выбираем наставники, по каким критериям. Здесь все-таки должны быть еще внутренние, да, локальные какие-то акты, обсуждения, то есть кто соответствует вот этой категории, кто, кого можно, да, определить вот на эту такую очень важную миссию. Дальше посмотрите, коллеги, что еще вот, ну, как бы это ключевые проблемы, их можно расширить, безусловно, и вы можете что-то тоже, наверное, предложить, да, выделить, что здесь не прозвучало. Вот. Нехватка профессиональных, компетентных кадров, формального подхода к назначению наставника. Конечно, этого не должно быть, все должно быть вот именно неформально, а все должно быть очень серьезно, ответственно, потому что, ну, наверное, подходы должны быть очень такие продуманными. Дальше, отток молодых специалистов, первый год работы в школе. Ну, вот для того, чтобы этого не было, как раз-таки наставничество-то оно и продумано, и придумано. И неэффективные способы наставнического сопровождения. Ну, вот здесь, опять-таки, посмотрите, вот эта проблема, неэффективные способы. То есть, возможно, пара сформировалась, да, ну, не совсем верно, и дефициты были не учтены. Во-первых, может быть, они, так скажем, психологически друг другу не подходят, да. Иногда, вот знаете, у нас очень интересный такой конкурс, тоже проходит «Звездный час». Там очень много номинаций, и одна из них очень интересная, как раз-таки про наставнические пары. Ну, кому интересно, можно будет на сайте, на нашем подробно все это почитать. Но вот что хочется сказать. Здесь наставнические пары, да, то есть они формируются, наставник-наставляемый, молодой педагог и педагог-стажист. В основном это так, но иногда бывает так, что наставническая пара, оба молодых педагога, и как бы они вот именно в чем-то друг другу помогают, да, увидели какие-то вот такие точки. И вот там очень много различных, так скажем, этапов. Первый этап – видеоролик снимается, потом второй этап, он очень интересный, вот, например, вот о нем хочу сказать, они решают кейс, какой-то педагогический кейс, то есть сидит в жюри, и при нас они решают кейс. Вот эта пара – наставник-наставляемый. И очень часто, вот, бывая на таких конкурсах в составе жюри, наблюдаешь, что в этой паре бывает, что наставляемый гораздо сильнее, чем наставник, креативнее. Вот смотришь, как они работают, потому что мы даже оцениваем, как они взаимодействуют, как они работают, как они вместе решают кейс, как они находят выход из этой ситуации. И вот были такие пары, где наставляемый гораздо интереснее, гораздо более зрелый, гораздо более такой, вот, знаете, глубокий, чем наставляемый. И вот здесь, как раз-таки, наверное, как раз-таки вот та проблема нехватки профессиональных компетентных кадров, возможно, сказывается, или неэффективные способы наставнического сопровождения, да, то есть они друг другу не подходят. Наставляемый, так скажем, у него рост гораздо больше, гораздо, может быть, шире, но тогда в этом случае, если в этом учебном заведении, в образовательном учреждении нет вот соответствующего наставника, наставником может быть человек из другого образовательного учреждения. Это можно тоже организовать, да, потому что все, вот, очень важно, чтобы пара состоялась. Вот когда пара состоялась, тогда наставляемый идет и на конкурс «Учитель года» и что-то завоевывает, и на мастер-годы, и на все вот эти всероссийские и федеральные конкурсы, и он показывает результат. И вот что еще интересно, у нас на конкурсе «Звездный час», вот когда решение кейса идет, было очень приятно, когда вот видно было, когда решают кейс наставник-наставляемый, и они действительно пара. И наставляемый лидирует, да, наставник дает ему возможность высказаться, направляет просто его, да, показывает вот во время решения этого кейса. И вот здесь уже видно, что технология наставника, очень продуманная технология, он владеет этими методами и приемами, да, и коммуникацией в том числе, и помогает наставляемому раскрыться. Поэтому, конечно, очень важно правильно сформировать эту пару. А формы наставничества, они бывают абсолютно разные. Под формой наставничества понимать способ реализации вот этой целевой модели через организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией. И в числе самых распространенных форм наставничества, которые включают множественные вариации в зависимости от условий реализации программы наставничества, могут быть выделены такие, как ученик-ученик, учитель-учитель, студент-ученик, работодатель-студент, ну и так далее. То есть они абсолютно разными могут быть эти формы наставничества. Целью формы наставничества учитель-учитель является успешное закрепление на месте работы или в должности молодого педагога, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. Вот очень часто я бываю в различных образовательных учреждениях, и вот когда приходишь в такую школу, где директор заинтересован, замотивирован, глаза горят, тогда весь коллектив заражен этим, да, в хорошем смысле слова, и тогда весь коллектив и участвует, и достигает, и в разных конкурсах. То есть вот такое вот движение. Но иногда, вот в этот раз тоже мы общались с одним из коллективов, была я на одной из стажировочных площадок, наоборот, директор говорит, бывает так здорово, что молодые педагоги приходят, находят какие-то конкурсы, которые их увлекают, и наоборот, идет движение как бы снизу вверх. Они предлагают нам командой, допустим, флагманы образования, такой есть конкурс, участвовать. И вот, допустим, эта школа у нас заняла тоже призовое место, да, то есть движение шло именно от наставляемых, то есть они были настолько замотивированы и хотели участвовать в этих конкурсах, да, и таким образом вот всю команду школой организовали. А сейчас очень много конкурсов, и для дошкольных заведений было бы только желание, да. Так, хорошо. Ну, здесь вот вижу ваше предложение, спасибо, что вы реагируете. Да, угу. Так. Да, вот здесь я вижу, да, то есть информированность, то есть вы не информированы некоторые, да, но вы должны знать, что есть профстандарт-наставник, и в каждом регионе есть пул наставников, к которым можно обратиться, и наставника можно выбрать в своей образовательной организации, в своем учреждении. И обязательно это нужно делать, потому что это все у нас официально регламентировано, закреплено на государственном уровне. Еще очень интересно, ключевые задачи взаимодействия наставника с наставляемым это что? Это формирование потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности, рефлексия, все это необходимо. Дальше, это развитие интереса к методике построения организации результативного учебного процесса, ориентация начинающего педагога на творческое использование передового педагогического опыта в своей деятельности. Это, конечно же, развитие интереса к педагогической деятельности у наставляемого в целях его закрепления в образовательной организации, и, конечно же, это ускорение процесса профессионального становления педагога. То есть ускорение. Важно при построении взаимодействия наставника и наставляемого учитывать ключевые принципы работы с молодыми специалистами. Это что? Это принцип уважения, принцип доверия, системности. Даже можно выстроить дорожную карту, да, то есть некий такой план, на основе которого вы работаете. Следующий. Индивидуализация, сотрудничество, конечно же, открытости, принцип компетентности, принцип соблюдения норм профессиональной этики. Это очень важно. Так, ну вот здесь я вижу вопрос. Так, кто дополнительным образованием работает, могут ли сами учреждения подать заявку на прибытие наставляемых? Ага. Ну то есть вам нужны молодые специалисты. Вообще в каждой области у нас, в каждом регионе есть либо министерство образования, либо департамент образования. И вот такие вопросы, да, то есть если у вас нехватка кадров, вы можете сделать заявку именно туда, то есть министерство образования или департамент образования курирует вопросы. Как квалификационная категория, да, наставник, то есть все вот эти вопросы. И наставляемый, это тот, кого будут сопровождать. Вы, если вам нужен молодой специалист, у вас есть, так скажем, да, потребность в кадрах, вы обращаетесь, делаете заявку, конечно, и принимаете его. Если вы сами являетесь наставником и хотите кого-то сопровождать, вы можете сопровождать кого-то из другого образовательного учреждения. То есть все это можно решать с теми органами власти, которые курируют эту работу именно в вашем регионе, в вашей области. Это я отвечаю на вопрос. Итак, идем дальше. Наставничество, конечно же, является достаточно новым управлением в образовании. И, конечно же, существуют определенные проблемы, но все они решаемы. И мы с вами, в общем-то, на пути, я бы сказала, о решении этих проблем находимся. Но все получается, главное не останавливаться. Это, конечно же, ключевое направление. И вот здесь, вот вы видите на слайде, да, результат продуктивной работы наставника-наставляемого. Это что? Как мы говорим, наставничество – это дорога с двусторонним движением. Обязательно. Потому что как наставник растет, так и наставляемый растет. Безусловно. Это некие точки роста. Для наставника – это возможность обмена опытом и повышения уровня профессиональных компетенций. Для наставляемого – это создание условий для профессиональной адаптации, научно-методического сопровождения, повышения уровня профессиональных компетенций. Так, дальше посмотрите. Следующий момент. Результатом продуктивной работы наставника-наставляемого является, конечно же, повышение уровня удовлетворенности собственной деятельностью и улучшение психоэмоционального состояния. Рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в данном коллективе или в образовательной организации. Рост числа собственных профессиональных работ, научных статей, исследований, методических разработок, практик молодого специалиста. Поэтому очень важна здесь рефлексия как для наставника, так и для наставляемого. То есть нужно вообще, необходимо задавать такие вопросы, как что получается хорошо, над чем еще нужно работать. И эти вопросы должны задавать как наставник, так и наставляемый себе. Главное, чтобы цель помочь начинающему педагогу в профессиональном развитии, закреплении, конечно же, в должности была достигнута. Это очень важно. Вот здесь вот я вижу вопрос, сколько наставляемых может быть у одного наставника. Но это тоже индивидуально решается. Здесь опять-таки, какая у вас нагрузка, сколько у вас часов вообще, да, если вы, например, в школе работаете, сколько по силам. Вот. Ну и здесь, если финансово тоже, одного наставляемого берете, безусловно, обязательно. Если у вас, например, знаете здесь какой может быть подход? Если у вас командная, допустим, ну вот, например, дефициты, вы взяли наставляемых, к примеру, у них у всех методические, методическая компетенция, ну, как бы сложности вызывает, и они нуждаются вот в таких вот методической помощи, да, например, в составлении урока, в разработке урока, вы можете взять и команду, у них как бы объединив их одной проблемой. Или, например, допустим, я учитель русского языка, и у меня есть наставляемые, которые нуждаются в совершенствовании предметной компетенции именно по русскому языку, например, да. Я могу взять и два, и три, и четыре наставляемых, которых нужно вот сопровождать предметной компетенцией. То есть смотря, если, в общем, здесь можно, вот, как бы, резюмируя, да, отвечая на ваш вопрос, можно взять и команду, но нужно взять, обязательно ее объединить по интересам, скажем, да, или по дефицитам. По дефицитам, то есть в одном направлении, значит, вы с ними должны работать. Вот, если я на ваш вопрос ответила, тоже отреагируйте, пожалуйста. Теперь, ну вот здесь я показала, да, результат. То есть, что очень важно, вот повышение компетенции, наверное, повышаем, когда мы работаем как наставники с наставляемыми, мы повышаем в том числе и свои компетенции профессиональные, тоже растем. Обмен опытом, это необходимо, безусловно. Вот, и если у нас еще есть сообщество наставников, сообщество наставников, это просто замечательно. Вот, это могут быть наставники и предметные, предметный блок отражать, да, каждый. Это могут быть методисты очень сильные, которые делятся своими наработками. Но если у нас есть вот такое сообщество наставников в регионе, в области, а у нас оно, например, есть, это замечательно. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы, может быть, да, обратная связь, время у нас еще есть, но однозначно я вас призываю к тому, что те люди, которые приходят на работу, которые только начинают свой путь, нужно их, безусловно, поддерживать, чтобы они оставались в нашей профессии. И таким образом, наверное, мы и сами будем расти, и преемственность у нас будет, и на работу захочется идти, и будет команда. Это очень важно. И раз со стороны государства есть такая поддержка, у нас новая квалификационная категория, и если вы уже готовы быть наставником, ими являетесь, конечно, это все нужно и закрепить на законодательном, так скажем, уровне, да, пусть у вас будет такая новая квалификационная категория «Наставник». Не останавливайтесь, идите вперед и обязательно подавайте документы на новую квалификационную категорию. Всем спасибо, всем успехов и хорошего дня. Все.